Легендарные гипербореи Скептики объясняют странные формы находок игрой природы, а оптимисты проводят конференции, раздают друг другу дипломы об авторстве открытия древней цивилизации. Но реальные находки хороши тем, что их всегда можно проверить, исследовать и получить свои выводы. Для этого мы отправились на северо-запад Карелии, в точку с мрачным и даже зловещим названием «Смерть гора». Текст фильма «Смерть гора» Вот это да! Стоило сюда взбираться. Впадина с небольшим озером окружена массивным каменным кольцом, в котором могло бы уместиться несколько футбольных полей. Почти идеально круглый амфитеатр пересекает прямые каменные лбы, разорванные огромными трещинами. Когда видишь этот как будто упорядоченный хаос скал, кажется, что попал на другую планету. А иногда даже возникает впечатление, что это и не скалы вовсе, а остатки древних сооружений из огромных блоков. Вот здесь вот если включить воображение, такое впечатление, что стояла стена длинная, толстая. И так упала, кто-то толкнула, она так рухнула туда, рассыпалась на составные части, там отдельные блоки такие, большие-большие кирпичи. Вот отсюда хорошо видно, что каждый слой чуть-чуть сместился дальше. Попались нам здесь и ступеньки. Как будто кто-то начал делать лестницу, но так ее и не закончил. Но это уже точная игра природы. Сам камень обладает такими свойствами, что местные скалы трескаются по очень ровным линиям и плоскостям. Настолько ровным, что если не видеть того, что вокруг, а заглянуть лишь в трещину, может показаться, что это какие-то плиты на стройке, уложенные с небольшим зазором, чтобы удобнее было потом поднимать их краном. Но все-таки ясно, что это вовсе не руины древних сооружений, и с британским Стоунхенджем его карельский собрат не имеет ничего общего. После того, что мы увидели в амфитеатре, наша надежда на искусственное происхождение жёлоба сильно пошатнулась. И хотя его стенки высотой более 4 метров поражают любое воображение своей плоской поверхности, всё-таки рукотворным сооружением он может показаться лишь при осмотре только с определённых точек. Это вовсе не искусственный канал, а простая трещина в гряде. Опубликуемые фотографии с наиболее выгодных мест только полуправда, которая искажает реальность. Если бы мы были в Перу, это можно было бы посчитать ритуальной ванной для омовения в древних рынках. Но вообще в интернете снимки этого места сделаны с наиболее выгодной позиции, чтобы это казалось какими-то руинами древних сооружений, хотя на самом деле здесь ничего искусственного не видно. К сожалению, вынуждены признать, что это естественное происхождение все такие причуды природы. По мнению геологов, амфитеатр образовался около 9 тысяч лет назад в ходе сильного землетрясения. Однако для образования таких разломов нужно баллов 9-10, не меньше, что очень удивительно для такого устойчивого региона. Землетрясение мог вызвать подъём тектонической плиты при отступлении ледника, но это процесс медленный, а здесь следы очень быстрого события. Даты землетрясения наводят на мысли о его связи с потопом, реальность которого до сих пор не признает официальная история. По одной из теорий, потоп был вызван метеоритом, упавшим в районе Филиппинского моря. Метеорит породил не только огромный цунами, но и мощную ударную волну, которая прокатилась по земной коре. Дойдя сюда, ударная волна создала гряды, которая протянулась через всю западную Карелию почти строго с севера на юг и как бы сфотографировала фронт этой волны. Побочным результатом должно было стать образование поперечных разломов гряды, как раз таких, как желоб, который мы обследовали. И подобных желобов здесь немало. Вот это как раз один из тех желобов, распадов или трещин, таких, которые идут с востока на запад практически строго, по северной среде, совершенно одинаковые, они как близнецы-братья. И пусть желоба оказались вовсе не искусственными каналами и следами неизвестной цивилизации, а только природными разломами. Все-таки сам факт их наличия и направления дают нам опорную точку для дальнейших выводов. Точку, в которой оказываются события всемирного потопа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok